В Нарве сеть людей, живущих с ВИЧ, провела экспресс-тестирование на ВИЧ в Кересе Кескус. Экспресс-тестирование – это забота о себе, о своих близких и о своих партнерах. В Нарве экспресс-тестирование на ВИЧ проводится примерно 2-3 раза в год. Каждый, кто пожелал, смог бесплатно и анонимно пройти тестирование. В этот день экспресс-тестирование на ВИЧ прошло всего 287 человек. Из них выявлено 8 ВИЧ-позитивных. Чем раньше ты узнаешь любой диагноз, неважно, ВИЧ это, я не знаю, гипертония, сердце, еще что-то, чем раньше ты начнешь лечиться, начнешь принимать лечение, тем, значит, быстрее ты начнешь сохранять свою жизнь, ты научишься правильно жить со своим диагнозом, вовремя принимать препараты, тем самым ты продлеваешь свою жизнь, твоя жизнь становится спокойная, ровная, гладкая, ты не переживаешь о том, что у тебя есть болезнь, ты думаешь о том, что ты научился с этой болезнью жить, у тебя все хорошо и замечательно. Люди, живущие с ВИЧ, есть и в Нарвии, и по всей Эстонии. Бояться их ни в коем случае не нужно. Они такие же люди, как все мы. Люди, которые заботятся о своем здоровье, они тестируются, читают информацию в газетах, журналах, интернете. Информация для всех открыта. Каждый человек может подсчитать, что ВИЧ-инфекция, она не передается ни при битье, да, с одной кружки, ни при здоровании за руку, чтобы мы с вами пожали руку. Люди, те, кто, я бы так сказала, не серые массы, они уже давно это знают, что это не опасно, это нельзя, там, я не знаю, поцеловать в щеку и заболеть этой болезнью. То есть они не опасны для общества, эти люди. Они такие же члены нашего общества, как и мы. Даже не мы их должны бояться. Они во многих случаях боятся нас. Наша сеть, мы стараемся помогать, улучшаем качество жизни людей, живущих с ВИЧ, да, чтобы они могли чувствовать себя полноценными гражданами нашего общества, да, чтобы они могли работать рядом с нами, жить рядом с нами, чтобы мы не боялись, чтобы не было вот этой стигмы, да, по отношению к ним. То есть мы не хотим их сигнализировать ничем никак. Мы рады, что они тоже люди, они тоже живут, они тоже существуют. У них тоже все хорошо, и кто хочет жить, он всегда будет лечиться, заботиться о себе. И вот, кстати, экспресс-тестирование – это как раз забота о себе, о своих близких, о своих партнерах. Сеть людей, живущих с ВИЧ, существует уже пять лет в Эстонии. Она заботится о людях, имеющих ВИЧ-статус. Людям оказывают социальные услуги. С ними работает психолог, социальный работник, который может помочь по каким-то вопросам. При организации появилось волонтерское движение. Люди к нам идут, люди готовы помогать. Это очень, кстати, радостно, что на самом деле в Нарве очень много добрых людей, которые готовы всегда помогать, которые готовы быть рядом с людьми с ВИЧ, помогать, оказывать помощь, поддержку. Это поддержка, она очень много, она очень важна. На акции было заметно, что люди вроде и хотят пройти тестирование, но в то же время не идут. Почему это так, нам также рассказала координатор волонтерского движения Светлана Юдина. Они, в принципе, боятся-то чего? Уколов. Наши ребята, волонтеры, рассказывают, что это экспресс-тестирование, то есть это быстрое тестирование. Это у тебя не берут кровь из вены, а у всех представление какое. Он заходит, там сидит, злая тетенька вот с таким шприцом откачивает кровь, да, и отсюда все это идет. Нет, все совсем по-другому, и сейчас совсем все по-другому. Это американские, да, тесты нам поставляют, которые медики, которыми пользуются. Это все быстро, это совсем не больно, не страшно, нет никаких выражающих шприцов и иголок. То есть все одноразовое. Может быть, знаете, еще и боязнь узнать, ведь очень много людей боятся узнать свой статус. Я не могу понять, почему, вот что так останавливает людей знать свой статус. В моем понимании, что человек должен заботиться. Раз человек узнал, да, какую-то болезнь свою, одну из очередных своих болезней, значит, он начал сразу активно заботиться о ней, об этой болезни, да, как с ней быть, как ее предотвратить, как уменьшить, может быть, какие-то симптомы, да, может быть, еще что-то. И получается так, что каждый человек, да, ну, наверное, вот своей, может, какой-то трусостью и нерешительностью, он, собственно говоря, крадет у себя, наверное, какие-то минуты жизни и моменты жизни. В последние годы ВИЧ все больше распространяется в результате беспорядочных половых связей и без применения защитных средств. Перед тем, как симптомы болезни дадут о себе знать, с момента заражения может пройти до 10 лет. Только тест на ВИЧ может показать, заражен человек или нет. Пройти тест на ВИЧ-инфекцию стоит каждому человеку. Это даст чувство уверенности и контроля над собственной жизнью и здоровьем.